друзья всем привет очень давно не брал в руки оракул ленорман у него много поклонников сети и не только последний мой расклад на ленорман год назад на курс рубля в 2023 вот он перед вами расклад проигрался по косе однозначно девальвация рубля что мы все с вами сейчас и наблюдаем сегодня 12 августа 2023 сми сообщили в районе крымского моста сбили две ракеты крымский мост не поврежден это хорошо друзья я ранее делал уже расклад на крымский мост только на колоде таро вы наверняка помнить это видео частично этот расклад уже проигрался 17 июля 2023 в этот день была совершена вторая атака на крымский мост повешенный смерть десятка пентаклей башня жертва плюс то что несет смерть разрушение насилие принуждение плюс основа плюс разрушение падения в данном видео я вам об этом говорит только не основа а пролет зампред правительства российской федерации осмотрел разрушение пролетов моста после чего доложил о их состоянии владимиру путину по словам хуснулина один пролет крымского моста разрушен полностью и не подлежит восстановлению а другой поврежден частично он сместился на 70 процентов от нормы разрушение падения проигралась но друзья я под этим видео вот под этим самым видео написал в своем комментарии не спешите не спешите с окончательными выводами судя по этому раскладу это далеко не последняя атака на крымский мост я снова увы но оказался прав вот еще и по этой причине сегодня решил отдельно на ленорман посмотреть крымский мост это колода красивая оракул телема ленорман вопрос поставил такой слушайте внимательно смогут ли вооруженные силы украины в ходе нынешнего военного противостояния с россией разрушить крымский мост покажите шестью картами повторюсь инструмент оракул телема ленорман змея клевер клевер якорь женщина она же дома кому как удобно гроб коса на дне колоды дом змея первая карта в раскладе это хитрость продуманная хитрость коварство извилистый обходной путь к цели измена предательство опасность вполне реальная серьезное предостережение искушение бесовское наваждение у них какое-то неожиданный и сильный удар под змеей женщина дама иногда может указывать на очень значимую роль какой-то женщины надо надо принимать нелогичные и нестандартные решения змея плюс клевер змея в траве волк в овечьей шкуре надежда на продуманную хитрость коварство дальше якорь стабильный успех осуществление мечты вы достигнете своей цели якорь прочность надежность удерживание чего-то и фиксация стабильность и устойчивость якорь крупный массивный тяжелый увесистый предмет зафиксированный в принципе может и на сам мост указывать крупный массивный тяжелый увесистый предмет зафиксированный объект под ним коса разрушение разрыв коса является атрибутом смерти острый и точный инструмент коса быстро молниеносно режет срезает коса это еще и быстрота скорость дом на дне колоды хороший результат удачное завершение чего-либо часто указывает на предмет объект или дело которому вы посвящаете большую часть своего времени смысл расклада непонятен только только друзья как они это сделают возможно этот расклад и не указывает на конкретный способ очередной финальной атаки а возможно а возможно здесь что-то и есть время покажет женщина дама рядом с негативными картами гроб коса может указывать на печальное горестное траурное событие друзья у меня только две версии первое продуманная хитрость возможно через похоронную процессию может в автомобиле скорой помощи что-то повезут либо задействует катафалк транспортное средство предназначенное для перевозки гроба с телом может поэтому указывает на значимую роль какой-то женщины как вообще умерших доставляют из крыма на материк на большую землю перевозка умерших как осуществляется змея в траве волк в овечьей шкуре неожиданный и сильный удар оттуда откуда никто и ждать не будет это конечно безумная версия но ее все равно нужно озвучить она просматривается считывается с данного расклада чисто интуитивно вторая версия на карте якорь изображено небольшого размера какое-то судно оно на поверхности воды вам видно должно быть видно судно плюс скорость разрушения молниеносно режет срезает раз судно на поверхности воды да еще и небольшого размера это скорее всего надводные беспилотники как раз ими и атаковали крымский мост 17 июля могут снова повторить атаку таким же способом правда тогда не совсем понятно почему здесь присутствует дама женщина может действительно указывает на надо принимать нелогичные нестандартные решения в данном раскладе последние карты гроб плюс коса не оставляют мосту никаких шансов увы так же как и здесь смерть десятка пентаклей башня ждем и наблюдаем время покажет время конечно покажет но повторюсь два расклада таро и оракул ленорман это практически приговор для моста шансов практически никаких нет будем надеяться только на чудо больше нам ничего не остается кто изучает оракул ленорман запоминайте данный расклад мы еще к нему вернемся мы еще к нему вернемся обязательно на сегодня все всем удачи и до новых встреч счастливо друзья заведу до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...